Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я хочу рассказать вам про одного китайца, который поселился совсем недавно в моем доме, игнорирует все мои просьбы, вообще не слушается и не понимает, что я от него хочу. Смотрим. Я специально решила не делать распаковку, потому что, честно, распаковывать в этой коробке, ну, нечего. Единственное, что там лежало, это вот эти вот часы, зарядный кабель, мини-USB или микро-USB, вечно путаю тот, который потоньше, и небольшая инструкция, прям вот очень коротенькая инструкция, где-то она у меня на столе лежит, из трех листов, но, как ни странно, на английском. Теперь предлагаю вам посмотреть, что же из себя представляют эти часы. Как вы видите, экранчик довольно большой, и он цветной, что очень приятно, но выглядит он вот в таком виде по-китайски. Здесь всего лишь три раздела внизу, это основное меню, громкость и Bluetooth. А снизу три кнопки. Первое, выбрать, второе, не помню, а набрать номер телефона и кнопка назад. Но по внешнему виду даже сразу понятно, что часы китайские, и любой знаток или хотя бы тот человек, который более-менее разбирается в этих последних носимых гаджетах, он вам скажет, что это Китай чистой воды, потому что выглядят они как вот, я не знаю, самые первые часы от Sony. Sony SmartWatch, самые первые. Примерно такие же. У них здесь вот такой же разъем с резиновой заглушкой под питание, динамик, микрофон, кнопка включения-выключения дисплея и все, больше ничего. Силиконовый ремешочек, такой довольно приятный, но маркий, потому что все, абсолютно все, все ворсинки, какая-то пылинка, грязь, все липнет к нему. В общем, в этом плане ремешок ни разу не практичный, вообще, вот серьезно. Я его специально сейчас почистила для того, чтобы снять обзор, но вот вы можете, наверное, увидеть, что он уже помарался, бедный. Предлагаю рассмотреть основное меню и немножко, наверное, побеситься, потому что меня оно действительно бесит. Здесь, как ни странно, очень много функций. Самая основная информация отображается на дисплее. Это будильник, подключение Bluetooth, батарейка, заряд батареи, время, дата и день недели. Дальше открываем меню и тут начинается. Установки здесь пока все нормально. Извещение Google Play. По этому QR-коду вы можете скачать приложение на свой телефон. У меня iPhone и частично эти часы с ними коннектятся, но, мне кажется, китаец, он просто ненавидит всех американцев, поэтому полный функционал в них не отображается. То есть, я не могу получать сообщения, у меня не проигрывается музыка и что-то еще у меня не делается. Короче, куча... А, камера у меня не включается и они периодически разрываются. То есть, не могут договориться. Дальше. Язык русский, корявый русский, но он есть. Параметры. Яркость, пожалуйста, на максимум все стоит. Time out, это выключение через 30 секунд. Батарея. Батарея заряжена, как он пишет. Батареи, кстати, хватает дня на полтора, что довольно хорошо для китайских часов, потому что современные умные часы держатся примерно день, ну, максимум два, и то исключительной модели. А Apple и сутки не держатся. Дальше. Bluetooth подключение, включить, выключить, короче, все как у обычных часов. Сброс нам не интересен. Антипотер. И дальше он не отображает. Мне приятно осознавать, что это антипотеряшка. Скажем так. Здесь она у меня включена, и, наверное, зря, потому что именно эта штука постоянно дает мне понять, что мой телефон разорван с часами, или там телефон находится где-то далеко от часов. И это очень удобная штука, если бы не проблема с Bluetooth-соединением вместе с iPhone. Повторюсь, с Android-ом, возможно, ситуация чуть иначе. Дальше. Энергосбережение. Я не экономлю батарейку, поэтому оно у меня всегда выключено. Это рингтон. Вот вы здесь можете изменить, как вы хотите получать оповещение звонком или вибрацией, или вибрацией звонком. Барометр. Смотрим. Здесь есть куча разных фич, но барометр, по-моему, один из самых веселых, потому что здесь показывается давление. Причем в гектопаскалях, если я не ошибаюсь, я специально погуглила эту информацию, так для Москвы нормальное давление 996. У меня сейчас 1000, но то падает до 998, то вырастает до 1100. Не знаю, нормально это или нет, и как он мерит, мне тоже непонятно. И второй пункт, температура. Он мне часто показывает 35, 36, 37, 38 и постоянно растет, либо падает. Температуру чего он показывает, я не понимаю, потому что температура в комнате у меня примерно 26-24 градуса, температура тела у нормального человека и того 36, поэтому этот вопрос для меня остался непонятен. Ну да ладно, дальше. Альтиметр. Это высота над уровнем моря. У меня сейчас плюс 110, не проверяла, если честно, поэтому не знаю, работает или нет, но для Москвы в целом похоже. Шагомер. Вот это вообще просто настолько смешная штука. Китайцы почему-то не додумались включить шагомер как постоянную опцию, которая будет работать в режиме нон-стоп. Ты должен нажать на кнопочку, вот на эту. Сейчас, вот. Оно вроде как так загорелось нежно-желтым цветом и сверху пошли циферки. То есть, другими словами, у вас шагомер работает только тогда, когда он у вас включен в режиме он в настройках. Но когда вы выходите отсюда, шагомер работать перестает. Почему? Спрашивается. Почему нельзя было сделать эту опцию в часах постоянной? Китайцы. Ладно, идем дальше. Секундомер. Ну, тут все как в обычных, не знаю, телефонах, звонилках, по-моему, тоже была такая штука. Тут все просто объяснять нечем. Блютуз. Подключение, пожалуйста. Контакты. Ба-ба-ба-ба-ба. У меня не отображаются. И, кстати, вот тоже смешно. Китайские часы предлагают мне выбрать назад или назад. Алена, определись. Хочешь ты назад или просто назад? Диалер. 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 Практически как дилер. Набор номера. Раз, два, три, 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 три. Вызов. Фигушки. Сообщение. Тоже у меня не будет подключено это все. Звонки. Пропущенные должны быть мамочка, папочка. Извещение. Нет, потому что надо подключать. Раздел музыки открывается. И тут даже можно прибавить или убавить громкость. Перелеснуть трек или вернуть обратно. Но непонятно, что и где я перелистываю. Потому что музыка на смартфоне не воспроизводится. И с часов ничего не слышно. Как будто эти кнопочки просто существуют для того, чтобы быть. Камера. Тоже нужно устанавливать приложение. Будильник. Пожалуйста, есть. Вибрирует, когда надо. Календарь. Он, кстати, американский. То есть, начинается все с воскресенья. Понедельник, вторник. Калькулятор. Монитор сна. Кстати, тоже очень интересная вещь. И очень популярный сейчас во всех фитнес-трекерах. Здесь он включается, нажав на кнопочку «Начало». И вот такой вот непонятный какой-то, не знаю, собачка или коровка. Это черт его знает. Потому что вроде как рожки есть, ушки есть, носик. Глазки или панды. Это хрен его знает. В общем, вот эта вот штука работает ровно тогда, когда вы находитесь в этом меню. Опять же, как с шагомером. Как только вы отсюда выходите, у вас все это перестает работать. Но что самое приятное, с этих часов можно звонить действительно. И можно принимать с них звонки. Здесь есть и динамик, и микрофон. То есть, вот таким вот образом. «Алло, привет!» Вы можете разговаривать с тем, кто вам позвонил, или позвонить кому-то. И он вас будет слышать, ну, более-менее. Но гораздо хуже, чем если бы вы позвонили с обычного телефона. Давайте позвоним Олечке моей. Видите, телефон предлагают выбрать. Позвонить вам с часов или со смартфона. Я бы не советовала вам брать такой гаджет, даже если вы просто хотите познакомиться с умными часами. И как-то открыть для себя мир новых вот таких вот носимых гаджетов. Это того не стоит. Серьезно, вы только испортите свое ощущение, видение вот этих новых технологий. Вот таким вот, простите, говенненьким гаджетом. Вы не получите никаких классных фишек, которые сейчас придумывают популярные производители. Такие, как Asus, те же самые, Motorola, Apple и так далее. Вот в этой китайской фигне их просто нет. И быть, наверное, не может. Но в качестве игрушки или подарка детям вы вполне себе можете такое позволить. Тем более, что стоят они 800 рублей. Всем привет! Меня зовут Алена. И сегодня... И это уже третий раз, когда моя вторая камера выключается. Зараза, что тебе не нравится? Который вообще не слушает меня, игнорирует все мои просьбы, игнорирует все мои желания. Что не так-то? Все мои просьбы и желания сейчас игнорируют Кэнон. Дубль. Дацать. Ну что, я надеюсь, вам понравилось мое видео. Не забывайте писать комментарии и радовать меня лайками. Ну а если кто-то не подписался, то обязательно сделайте это. Добавляйте. Добавляйте.